Всем привет, вы на канале Данила Кулеш, и сегодня, наверное, самый лучший день в моей жизни. Я думаю, что по названию вы поняли почему, сейчас расскажу обо всем поподробнее. Поехали! Во-первых, давайте начнем с небольшой предистории. Когда начинался канал, то, собственно, съемки велись на вот это вот чудо техники. Здесь, видите, эмблема iCloud. Открываем. Значит, это Nikon D3200. Куплен на свои деньги. Собственно, цену, я думаю, вы можете сейчас найти в интернете. Его сейчас активно также продают. Сейчас, кстати, я пишу картинку в 4К, поэтому, если ваше устройство, на котором вы смотрите данное видео, поддерживает, то можете включать 4К. Запись ведется на камеру Panasonic HC-X1000. Я думаю, вы уже не один раз слышали про нее в моих видео. И, собственно, Nikon D3200. Довольно-таки уже старая моделька. И, наверное, как только я узнал про камеру Panasonic Lumix Judge 4, я сразу же ее себе захотел. И да, да, именно так я ее себе захотел. Ждать пришлось довольно-таки долго, пока у меня появится возможность ее купить. И вот она у меня на столе. Ребята, вы себе не можете представить, насколько я рад. Вот. Огромное спасибо компании Panasonic за то, что они начали с нами сотрудничать. За то, что они, наверное, самая, не знаю, самая дружелюбная, самая крутая компания, с которой я когда-либо общался. Большое спасибо также Сергею, с которым мы работаем. Сережа, привет, если ты смотришь данное видео. И давайте начнем распаковывать данную камеру. Я ее не открывал. Тут даже есть какие-то наклеечки. Давайте все это дело снимем. Камера стоит приличных денег. Но это к тому идет, если вы, наверное, не знаете, то на эту камеру снимает Вилсаком. На эту камеру снимает Кедр. На эту камеру снимает Яша и Миша каналы. То есть вещь реально прикольная. Давайте ее откроем. Тут на коробке, по сути, я думаю, ничего рассказывать не надо. Взял я ее с китовским объективом. Решил, наверное, что так будет лучше. И давайте открывать эту супер-пупер коробочку. Вот так вот все это выглядит. DVD-диск, который мне, кстати, некуда вставить. Здесь куча мануалов. Также есть на русском языке. Вот тут вот можно видеть, что есть текст на русском языке. И самое заветное, я уже чувствую этот прикольный запах, находится вот здесь. Итак, что у нас есть? У нас имеется объектив. Все очень хорошо запаковано, как вы можете видеть, в пупырке. Здесь сам объектив находится еще в вот такой вот, не знаю, как материал называть, не полиэтилен. И здесь вот прям такой реально прохладненький объективчик 14-140 с оптической стабилизацией. Имеется также бленда, которая, можно сказать, не так сильно убирает блики с ваших видео, как придает вам, так сказать, более мажорности, что ли. Вот так вот все это дело выглядит. Пока отставим объективчик в сторону и смотрим, что идет дальше. Далее идет вот такой пакет, в котором, собственно, находится сама тушка. Ребята, GH4 у меня в руках. Вы прикиньте эти ощущения. Поворотный дисплейчик, елки-маталки, колесико. Вы не представляете, сколько я обзоров пересмотрел перед тем, как ее брать, как ее люди крутили. И теперь это ощущение, когда она у тебя в руках. Ой, вы себе представить не можете. Вход под микрофон, вход под наушники, AV-out, HDMI. Здесь у нас вход под SD-карточку. Здесь вход для управления. Здесь блок NFC. Камера с Wi-Fi. Здесь отсек под батарейку. Здесь имеются еще некоторые резиновые заглушки, под которыми находятся специальные разъемы технические для подключения, например, дополнительных батареек и так далее. Оп, свет у нас потух. Собственно, вернулся. Вот она, наша камера. Прям такая вся холодненькая. Ах, супер. Давайте снимем, наверное, эту крышечку. Здесь можем видеть саму матрицу. Такая беззеркальная камера. Вот так вот. Ну и давайте прикрутим сразу объективчик к ней. На объективчике также защитная крышечка. Их сразу в коробку. Как у меня одник, она там все это дело лежит. Коробочки. Кстати, одник, она коробка меньше, но толку от него не так уж и много. Вот. Это вещь, на которую теперь я буду снимать свои ролики. Lumix GH4. Давайте ее пока отложим в сторону и смотрим, что у нас здесь имеется еще в комплекте. Имеется ремешочек. Вот такой вот Lumix G. Естественно, который будет использоваться для того, чтобы все понимали, что вы крутые ребята. Имеется мини HDMI, скорее всего, или какой-то... Даже что-то я забыл, какой-то порт. Короче, на USB-шник. Провод питания. Оп-оп-оп, всякие корыта по выпадали. Имеется также док-станция для зарядки. Такая стандартная Lumix зарядочка. Вот с проводочком. И также имеется батарейка. Довольно-таки массивная батарейка. Давайте сразу откроем. Посмотрим, может на ней написано, сколько она миллиампер-часов. Да, вот написано здесь. 18 600 миллиампер-часов. Ну и давайте сразу будем проверять камеру. Открываем отсек. И вставляем нашу батареечку. Для того, чтобы посмотреть... Ну, я думаю, она работает. Включаем. Установите часы. Нам необходимо установить время. Давайте я побыстреньку это все сделаю. Итак, все готово. Время я выставил. Нажимаем установить. Установите домашний регион. Давайте выставим, где мы находимся. Мы находимся вот тут. А я даже не знаю, как тут переключиться между этим всем. Давайте пойдем в обратную сторону. Вот у нас часовой полюс. Jam plus 2. Нажимаем установить. Видим надпись о том, что нет карты памяти. Здесь у нас стоит крышечка. Вот так. Снимаем крышечку. И видим изображение. Ребятки. Изображение там вон судбокс. Сразу зебра включена. Как вы можете видеть. Все отлично. Иду я, собственно, ей играться. Реально мечты сбываются. Главное... Главное к ним стремиться. Вот так вот все это дело выглядит. Экранчик работает. Все работает. Я иду играться камерой. Естественно, на канале будет обзор. Вот такая вот игрушка с поворотным дисплеем. Короче, я в восторге. Еще раз спасибо компании Panasonic. Спасибо отдельное Сергею. Собственно, вот так вот. Ставим лайки. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам распаковки такого плана. Я не совсем понял, нравится ли вам или нет. Поэтому, чем больше лайков, тем больше у меня уверенности в том, что распаковки вам понравились. На этом все. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok